МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть несколько авторских стендов. Некоторые выполнены им самим. На этой карте Франсуа обозначил, из какого уголка мира родом каждый пилот. С потомками французских лётчиков Франсуа старается общаться лично. Многие после знакомства с ним решили посетить Россию и посмотреть места, откуда совершали боевые вылеты их отцы. Моё основное занятие – это попытаться предоставить Франции минимальный материал, чтобы отдать дань уважения военной компании «Нормандия-Неман». Это интервью мы снимали 8 лет назад, когда летали во Францию, чтобы познакомиться с историей легендарного авиаполка «Нормандия-Неман». Начинается всё в Иваново, куда пилоты прибыли 28 ноября 1942 года. Они находились здесь три месяца. Тренировались, чтобы воевать на стороне наших союзников до марта 1943. Первая кампания начинается в России с 22 марта 1943 по 6 ноября того же года. Потом Иваново, тренировки, пилоты прибывают в полотняный завод. Потом Мозальск, Козельск, Хотёнки. Хотёнки – это важный момент, очень важный, потому что это база для дружбы между французскими лётчиками и их русскими механиками. Ведь пилоты-механик, они всегда вместе и даже живут рядом. Хотёнки – это деревня в Козельском районе Калужской области. Там мы впервые встретились с французами в России. Было это в 2015 году. Я француз, я живу в России уже 11 лет, у меня есть русская жена, ребенок. Французская я не знаю, но я боюсь, что мало людей знает еще Норманды и Немена. Это очень жаль, это не как Россия. Поэтому для нас, мы хотим все наши ребенок. Они есть француз, есть русский, есть другая страна. Они изучают, но вместо того, что это очень важно, они знают эту историю, потому что это история дружбы России и Франции. Мой папа очень интересуется историей всей войны Второй мировой. И я тоже, мне очень нравится история. Я достаточно так знаю много вещей про эскадрилью Нормандия-Немен. Я знаю, сколько их было, когда они приехали, когда она была создана. Было три кампании во время Второй мировой войны с французами. И вся первая кампания происходила в России, в Калужской области. Я первый раз сюда приехал в 2005-м, на установление памятника в Москве, в районе Лефортово. С этого времени я сюда езжу регулярно. Не так давно Франсуа снова приезжал в нашу страну. Встреча прошла в городе Иваново, где праздновали юбилей полка. Если спустя столько лет дружба продолжается, значит, наша поездка во Францию в 2015 году была важным событием в продолжении памяти о легендарных лётчиках. Сейчас самое время вспомнить потомков пилотов и подробнее рассказать об их судьбах. Оливье Бурлот. Женат на русской женщине, имеет двоих детей и не хочет, чтобы у его сына Тибо складывался искажённый взгляд на историю Второй мировой войны. Тибо знает оба языка и проявляет живой интерес к общей истории двух стран. Франсуа Калино. Он хочет объединить память о боевом пути полка Нормандии-Неман в разных сферах жизни, образовании, культуре и экономике. Здесь родился один из четырёх героев Советского Союза, Марсель Альберт. Он был капитаном эскадрильи Нормандии-Неман, русско-французской. И он один из четырёх героев Советского Союза. У него 23 официальных побед. Сказать, что это было трудно, ничего не сказать. Когда он подидал Францию, летя на самолёте, он знал, что будет приговорён к смерти Петена. Его семья рисковала быть депортированной. Французские жандармы сказали моей бабушке, что приговор уже был напечатан и повешена на дверь её фермы и мэрии. И потом эта бумага не снималась до 26 августа 44-го года, когда Париж был освобождён. Желание перейти на сторону русских многим обошлось недёшево. По приказу Гитлера пленённых французских лётчиков необходимо было расстреливать на месте. Но ни родственники пилотов, ни они сами не боялись быть расстрелянными или оказаться дезертирами. Им было страшно остаться в стороне от самой главной битвы, которая разыгрывалась на русской территории. Во время Второй мировой французы защищали свою страну в России. Вот лишь некоторые перипетии, которые пришлось преодолеть авиационному инструктору Анри Фуко, пожелавшему присоединиться к движению свободной Франции и войти в состав Нормандии-Неман. Ему понадобилось примерно 5,5 дней, чтобы пересечь Пиренеи пешком. И потом он совершал перелёты из города в город, что в целом составляет примерно 60 часов полёта. Так он добрался до Москвы. Мы побывали в тихом уголке Франции, в городе Монтеньи-Сюркан, где, казалось бы, ничего не может напоминать о войне. Ничего. Кроме этой доски на одной из древних башен, где выбито имя французского лётчика Анри Фуко и название русского города Тула, где внезапно оборвалась его жизнь. Вот улица, где жил Анри Фуко. Вот поле, с которого взлетал его частный самолёт. А это деревья, в тени которых пилот оставлял свою стальную птицу. Средний сын Анри, Юбер, видел отца только ребёнком. Мои первые воспоминания об отце связаны с тем, как мне сказали, что отец погиб. Вдове Фуко, оставшейся с тремя детьми, было сложно поднимать на ноги сыновей. Мальчики чувствовали себя сиротами. Обстоятельства сложились так, что все трое оказались в рядах авиации. Я пошёл в школу для сирот, и там готовили специалистов для воздушной армии, пилотов и механиков. История семьи Фуко больше напоминает драму. Родители Юбера поженились в 1933-м. В 1934-м родился он. Отец дожидается рождения младшего сына и отправляется воевать. Когда Анри погиб, выполняя тренировочный полёт в Туле, женщины находились близко к базе, недалеко. Основная версия утверждает, что во время полёта Фуко потерял сознание от болей в позвоночнике, резко пошёл на снижение и врезался во взлётно-посадочную полосу. Парадокс. Но независимо от того, с нами родители или нет, своей жизнью они преподают детям урок. Философия, которую извлёк Юбер из жизни отца, не совсем оптимистична. Единственная философия – это жить одному, строить свою жизнь абсолютно одному и в одиночестве проходить школу армии. Если нет, у меня не было бы образования. Гордость за участие отца в нашей общей победе сыновья Фуко испытают в России через 70 лет после его гибели на лётном поле в Туле, откуда в 43-м году взлетел его самолёт и больше не вернулся. Жизнь Жака де Сен-Фаля, друга Анри Фуко, сложилась совсем иначе. Это Анри записал Жака в список добровольцев Нормандии. Только в отличие от своего товарища, Сен-Фаль прожил долгую жизнь. Вот некоторые вещи, которые он хранил. Куртка пилота и игрушка, сделанная в СССР. Это то, что привезли мои родители в 63-м году и сделали такой подарок. Состоялась встреча бывших пилотов Нормандии, которые там были с жёнами. Потом все они на ней расписались и пожелали отцу с матерью есть из одной тарелки и спать в одной постели. Шарль де Сен-Фаль показал нам книгу для записей советского производства. Это оказался словарик, которым пользовался лётчик среди таких необходимых для выживания слов, как покупать, садиться, собирать, называть, друг, подруга, любовь и надежда. Главное, что все пилоты, которые находились в России, желали вернуться на родину, и это была главная надежда, которая у Жака де Сен-Фаль реализовалась. Жак де Сен-Фаль скончался в 2010 году. Его тело покоится в семейной часовне. Его имя далеко не единственное в династии тех, кто посвятил себя военной службе. У французской знати есть обычный, что старший должен быть в церкви, а второй на войне. Вот почему мои родные участвовали в разных войнах. Мы спросили у Шарля де Сен-Фаля, с каким настроением его отец обычно отправлялся в бой. Отец мне рассказывал, что когда он улетал, всегда немного боялся, но в бой вовлекает запах пороха и патронов. Он опьяняет людей, и летчик находится как под наркотиком. В небе пилот, как в другом мире, в другой реальности. Для них русский самолет был лучшим, легким и маневренным. Он двигался намного быстрее мистер Шмидта. Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Георгий Захаров в предисловии ко второму изданию книги Франсуа де Жофра «Нормандия Неман» вспоминает. Французским пилотам на выбор были предложены советские, английские и американские истребители. Летчики Нормандии пожелали воевать на советских машинах. Им были предоставлены истребители Як-3, в то время не имеющие себе равных. В условиях суровой и снежной зимы под руководством советских инструкторов летчики Нормандии приступили к освоению незнакомой им материальной части. Начались дни упорной и напряженной работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин